В 2014 году Белгородское отделение питомника Саватеевых начало производить хвойные в контейнере П-9. Все растения нашего черенкования собственного производства. В ассортименте у нас более 10 наименований туй и более 18 наименований можжевельников. Этот материал будет интересен питомникам для дальнейшего доращивания в полях, а также в контейнерах. По сути, это самый бюджетный вариант для приобретения хвойных растений. Сейчас мы находимся на производственной контейнерной площадке, где выращиваются кустарники в контейнере и деревья. Деревья от 2-литрового контейнера до 15-литрового контейнера. В производстве сортовых деревьев мы используем несколько технологий. Это традиционные способы прививки и зеленое черенкование, также одревесневшее черенкование. Это дерево сделано путем зеленого черенкования. Как вы видите, у нее очень хорошая, компактная, хорошо уже сформирована корневая система. А вот эта яблоня сделана путем зимней прививки. У нее также хорошо сформирована корневая система. Как видите, зеленый материал хорошего качества. На полях белгородского отделения питомника вы можете встретить вот такие замечательные сортовые декоративные яблони. В данном случае это яблоня Скарлетт. Она очень красива, она отличается своим великолепным красно-зеленым листом, резным, обильным цветением весной. Шикарная яблоня. А рядом яблоня Джондоуни. Одна из немногих яблонь, у которой прекрасные съедобные плоды. Это двухлетние саженцы. Они имеют идеально сформированную крону, но не только крону. Благодаря песчаным почвам наши саженцы имеют хорошо развитую мочковатую корневую систему. На одну новиночку хочу обратить ваше внимание. Это прекрасная яблоня с крупным темно-зеленым листом. Главной ее особенностью является крупный махровый темно-розовый цветок. Это, пожалуй, единственная яблоня, у которой махровое соцветие. Такие миниатюрные розочки. Но это еще не все. В течение всего сезона у нее нежно-розовые молодые приросты. Одним словом, находка для ландшафтного дизайна. Для нашей любимецы липы отведен большой участок блока, на котором находится огромное количество сортов липы мелколистной, липы крупнолистной, липы американской, липы войлочной. Список можно продолжать, но лучше посмотреть на нашем сайте. Еще одна новинка белгородского отделения питомника – черемуха обыкновенная нано. Прежде всего, хотелось бы ее предложить ландшафтным дизайнерам. Эта черемуха самостоятельно формирует яйцевидную форму кроны. Очень плотную, очень красивую. У нее шикарное цветение, белые стерильные соцветия. Ягодки после этого съедобные, черно-красного цвета. Ее особенностью является, что при надломе она выделяет горький запах миндаля. Моголепская вишня – великолепное растение для ландшафта в природном стиле. Она формирует хаотичную крону, в этом ее изюминка. Ее очень любит птица клест, вернее ее плоды. Для оценителей натуральной красоты это растение – просто находка. Японцы любят сакуру, но, к сожалению, у нас она не растет. Но вот это растение, миндаль трехлопастной, это очень хороший заменитель ее. Цветет также облепом, очень красиво, очень красочно. Его единственный недостаток – это подмерзание. Но у нас в питомнике оно сформировано мультиштамбом, и этот недостаток сводится к минимуму. Коллегам из южных питомников мы хотели бы предложить растение, краснолистное растение – писарди северное. Очень красивое растение, очень красиво цветет. Начинает свистеть до распускания листочков. Все лето стоит вот в таком красочном виде. Вот сейчас сентябрь месяц, а ничуть не потеряла своей декоративности. Растение сформировано мультиштамбом, что сведет к минимуму подмерзания его в южных регионах и в северных. Клен астролистный – прекрасное растение для озеленения городской среды. Пыли- и газоустойчивый. И вообще одно из самых устойчивых растений для агрессивной городской среды. Растет быстро, демократичен по цене двухлетний материал голого корня. В нашем питомнике он есть и в штамбовой, и в мультиштамбовой форме. Клен серебристый, он же сахаристый. Имеет прекрасную красивую тыльную сторону листа. Еще один дешевый материал для городского озеленения. Быстро растет ажурная красивая крона. И самое главное, практически не болеет.